Чувак говорит про то, что я завтра трахну свинью на камеру, по телевидению. Я пытаюсь выжить в другой стране, я эмигрант, и что у меня? Сходить в химчист. Вибратор, порно. Как ты сильно зашел. Все вместе. Мы все эгоисты, и из эгоцентричного восприятия мира пытаемся все оправдать. Там эти блохи копошатся, что-то рабы там, холопы, внизу. Что-то это все мирское, мне неинтересно. У тебя есть какие-то привилегии с точки зрения материального мира, и ты уже априори доминируешь. Что этим людям делать? Вот это вопрос общества. Фу, бабы, мерзотные такие. Скажут, какой крутой Арсен, но реально же он прав. Кто, что станет с этой землей, с этой страной? Это априори утопическая идея. Почему плохо постоянно как бы трахаться и потреблять, то вот ответ. И мы можем испытывать счастье, заглядывая не вширь, а вглубь. На ютубе у нас была пауза в два месяца, потому что я ждал подходящего достойного гостя. И вот он. Ворвались. Хочу представить Эриан, мой дорогой друг. Познакомились мы с тобой супер случайно в Лос-Анджелесе. Это такая большая деревня, где магическим образом происходят какие-то незапланированные действия. И выяснилось, что и ты, и я учились и жили в одном университете РУДН. В одних и тех же общежитиях ходили в одно и то же кафе, но, к сожалению, не пересекались. А теперь пересеклись. А пересеклись в Лос-Анджелесе, когда ты приехал оттуда из Канады. Ты сейчас живешь и работаешь в Канаде, да? И приехал сейчас в Москву в качестве туриста. Залетный гость. Залетный гость. Ну, я очень рад, что ты приехал. Взаимно. Бро, хочу сказать, что на самом деле всегда разговоры с тобой очень глубокие. Просто, чтобы рассказать нашей аудитории, на какие темы могли 3-4 часа в компании русскоязычных иммигрантов общаться. И это было дикое удовольствие. Вот я давай вспомню одну из тем и направлений. Мы всегда почему-то касались поэзии, романтики, стихов, стихотворений. И это всё отсыл к отношениям. К позиции мужчины в этом мире, к позиции женщины в этом мире. Вот мне интересно послушать вкратце, что тебе есть об этом сказать. А ты решился стихотворение, да? Окей, можем так. Так, слушай, ну, по поводу отношений, я думаю, что было бы круто, если, может быть, ты или я дали определение мужчины и женщины сегодня. Что такое женщина в современном мире? И конкретно, может быть, раз мы на русском говорим, в русскоязычном обществе. Что входит в понятие женщина в русскоязычном обществе сегодня и также мужчина. И туда же можно закинуть все установки, все навязанные стереотипы или какие-то формирующиеся стереотипы, в том числе и в Инстаграме, в обществе гипергамии, где ультрапроценты альфачи, сивучи, трубачи или как их там всякие. Ты говоришь про некие иллюзии, которые мы формируем, паттерны, да? Потому что для меня женщина это одно, наверное, для тебя другое, а для наших зрителей еще один. Поэтому хочу, чтобы у нас было какое-то определение. Что мы подразумеваем под словом женщины в контексте отношений? И о каких отношениях идет речь? Мы говорим о традиционных отношениях? Мы говорим о какой-то современной хукап-культуре? Или что, типа, мы хотим обсудить? Давай, ты очень правильный вопрос задал. Давай поговорим о действительно редком сейчас понятии, как традиционные отношения, где мужчина выполняет свою роль изначально добытчика, который всегда соответствовал своей позиции. А женщина выполняет роль матери, роль хранительницы очага. Ну, условно, суперконсервативная традиционная опция. У нас будет джакстапозиция, типа, традиционных моделей современных? Или ты говоришь, что сейчас тоже выполняет роль добытчика? Сейчас как раз. Выполняет? Да. Ну, потому что мы находимся на территории бывших стран СССР. Я буду адвокатом дьявола. Мигрируя и путешествия. Давай, абсолютно за. Да. Я буду адвокатом дьявола. И просто, чтобы было интересно, скажу на контрасте, что я считаю, что сейчас проблема общества и отношений в обществе заключается в избыточной самодостаточности. Женщин. Всех. Мужчин. Мы к этому не привыкли. Мы стали абсолютно автономны. Автономны от чего? Автономны от всего. У нас всё по кнопке вызова. Мы всё можем получить. То есть сейчас женщина сама может себя обеспечивать, зарабатывать в 10 раз больше, чем мужчина. Ей не совсем понятно, что ей может дать мужик, особенно если этот самый мужик не готов давать больше, чем она сама себе может предоставить. И это предоставляет определённый кризис. Становится причиной определённого кризиса. Ты имеешь в виду доминация, позиция, тот, кто доминирует и тот, кто априори подчиняется. Тот, кто управляет ресурсами. У тебя есть доступ on a whim, типа по желанию, по взмаху волшебной палочки, заказать еду. У нас есть... Постирать бельё, сходить в химчистку. Вибратор, порно. Как ты сильно зашёл. Всё вместе, понимаешь? Мы свои нужды, потребности закрываем самостоятельно. Соответственно, вопрос. У нас технологии развились быстрее, чем развилась культура, развилось общество. Соответственно, эти вызовы времени, они заключаются в том, чтобы определить вот эту связь между предоставленными благами цивилизации и нашей идентичностью. Нашими потребностями и, может быть, новым каким-то мета-уровнем отношений. Что такое отношения? Для чего они нужны? То есть, я могу ответить на этот вопрос, то есть, как бы я подведу к этому, но мне вот интересно в контексте сейчас. Я просто не считаю, что это строится на добытчике уже, потому что девушка сама себе добытчик. Смотри, я тебе так скажу. Вот ты очень классно затронул, потому что, на самом деле, чтобы войти в правильные отношения, нужно, как в математике, расписать, что такое мужчина. Я, что такое женщина, моя партнерша, да, или моя жена, или моя подруга, потому что существует, да, сейчас много масок, опций. И если я вот ищу отношений, чтобы быть честным с собой, я должен сказать, вот для чего я вхожу в эти отношения, чтобы сделать предложение женщине. Для чего ты входишь в отношения? Вот смотри, до этого момента, до моих, допустим, 30 лет, я, скорее всего, был инфантильный ребенок, эгоистичный, который только думал о своем, условно говоря, наслаждении, условно удовольствии. И проскакивали моменты, когда у меня были ресурсы, желание, мотивация дарить какую-то заботу, подарки, ресурсы, путешествовать. Но сейчас я понимаю, что, смотри, я хочу не только в подкастах, в окружении обмениваться своими мыслями, я хочу делать экспансию в рот. Что такое экспансия в рот? Это человек... Рот с буквой D. С буквой D, потому что сейчас очень много кто путает. Суть в том, что человек, который априори растет со мной, сын, дочь, подчиняются правилам тем, которые я для них пытаюсь структурировать и выстроить. Это, безусловно, они видят во мне роль Бога, роль единственного, на кого можно смотреть и перенимать какие-то позиции жизненные, моральные устои. И я хочу сейчас их транслировать. Я понимаю, что без женщины, особенно сейчас, без любимой женщины, ни я не смогу им дать это, ни они не смогут быть счастливыми, если не будет полноценная счастливая ячейка общества. Чтобы к этому прийти, надо абсолютно четко видеть этот образ, видеть его и представлять, кого я хочу видеть, как свою жену. То есть, суть отношений, если вот как-то... Продолжение рода. Сократить это продолжение рода. Сейчас я пришел к тому, что да. Потому что я... Традиционная модель, вернулись к этому. Смотри, это всегда так было, продолжение рода. Не, не, понимаю, да. Просто сейчас утратилось, вот, допустим, пример Тимати, да? У него есть... Ну, я имею в виду то, что... Потому что у него изначально эта позиция транслировалась публично. У него ребенок от одной женщины, ребенок от другой женщины. Он не хотел вступать в эти отношения. Почему не Хью Хефнер или какой-нибудь Рокко Си? Я могу сказать, мне нравится Хью Хефнер. Просто это больше западная культура и вряд ли... Ну, просто ближе к примеру Тимати. Там масштабы другие. Абсолютно. Да, или как звали вот этого... Гучионы, да? Хастлэр магазин. Типа Хастлэр журнал. Гучионы, по-моему. Да, да, да. Или, допустим, в Л.А. есть чувак, который Игнайт. Армянин такой с бородой, который... Балзериан. Да, Балзериан. Дэн Балзериан. Дэн Балзериан. Вот тоже. Типа, ну, зачем ему как бы семья? Он, типа, гидонист, потребитель. Но вопрос в том, что в какой-то момент я пришел к тому, что я не вижу его как ролевую модель для себя. Это очень хорошо. И я понял, что ролевая модель для меня, это, знаешь, такой дед с бородой, который поставил сундук, построил дом, посадил дерево. И у него бегают внуки, которые в какой-то свой жизненный опыт через свои критические осознания передает своему поколению. Ну, типа, я не отрицаю технологического прогресса и пользуюсь и айфонами, и оффлайн, и онлайн продуктами. Кайфую от того, что могу сегодня быть на Аляске, потом в России, потом в Дубае, и это происходит вот за один день, да? Это суперкруто. Я не говорю, что нужно сидеть из-за традиционной ценности. Но есть некий элемент идеального мира, в который я пытаюсь засунуть себя. И где-то там есть та вот эта жена, женщина, которая позволяет на моей вибрации, чтобы я не менялся. Я хочу оставаться вот мужчиной в том плане, в какой я есть. Если я еще ребенок и не могу сам соответствовать этой картине, этой картине мира моей, значит, я понимаю, что я расширяюсь и в себе что-то меняю. Не хочется винить никого вокруг, пока я не стану вот для себя вот этой личностью, которую я уважаю, и которой я вижу, что дед, которого уважает весь следующий род. Я к этому иду. Я думаю, что сейчас мы взяли на себя большую задачу поиска ответа какой-то утилитарной универсальной модели для общества, исходя, может быть, из какой-то системы наиболее устойчивых отношений. Мы, кстати, так и не дали определение мужчины и женщины, но мы ушли вглубь. Смотри, я думаю, что отношения, которые описываешь ты, это то, что подошло бы большинству людей, дабы мы продолжились как человеческий вид. То есть наиболее устойчивая модель поведения, потому что если мы, скажем так, придем к другой модели немножко, общества максимального потребления или приумножения удовольствий, как вот Дэн Балзерен, то у нас, получается, привет римскому клубу, здравствуйте, мальтузианский капиталист, которые были недовольны тем, что мы, с одной стороны, запускали маховик экономического прогресса и развития, держа перед нами вот эту морковку потребления, а с другой стороны, сетывали на то, что ой-ой-ой, подождите, нас тут уже скоро будет 120 миллиардов. Я преувеличиваю, не 120, но модели экспоненциального роста показывали, что типа там мы улетаем в бесконечность с рождаемостью, и они осознали, что если у каждого будет по две машины, большой дом и вот этот индекс потребления, который они задали, over consumption, да, то есть чрезмерного потребительства, то вся система рушится. Можно вопрос? Да, поэтому, сейчас я быстро завершу, что у нас получается вот эта модель не жизнеспособна, вот поэтому. Если нужен простой ответ, почему плохо постоянно как бы трахаться и потреблять, то вот ответ. Вот вопрос прям в тему. Ты не представляешь, ты сейчас своим монологом ответил мне на мучающий меня вопрос. Смотрел Арсена Маркаряна, вот короткое его заявление по поводу того, что в Америке, ты знаешь, существуют все виды браков. ЛГБТ, вайс-верса, там 51 гендер, все вот так перемешано, абсолютно все. Подожди, не 51, позавчера появилось еще 18. А, ну вот. За эту шутку меня сожгут. Извини, 68. Смотри, вот суть в том, что бесконечное множество вариативностей позволяет, как хочешь, балансировать в своих желаниях. Но единственное, чего нету в Америке, это многоженство. Официально? Есть. Нельзя? Неофициально. Вот, я тебе говорю, что… Но есть ниточка такая, религии. Каждый… Понимаю. Но вопрос, почему они не лоббируют многоженство, как одну из концепций, которая разрешена? Вот как ты думаешь? Мне кажется, сейчас ты ответил, потому что невыгодно, чтобы… Слушай, мне кажется, мы уйдем в какие-то глубокие юридические вопросы, потому что там же нужно понимать, кому там право наследия и так далее. Это сложно. Но мы не должны забывать, что у нас есть амиши, что у нас есть мормоны. Амиши, кстати, я в деревне Филадельфии с моим другом Ромой. Это самая вкусная еда в Америке у амишей. Мы сейчас про еду тоже поговорим. Есть лобби людей, которые… Привет, мусульмане, как бы тоже, да? Но больше мормоны. У них очень сильное лобби. Даже Олимпиада у них проходила в Salt Lake City. Это, по-моему, один из главных центров мормонства в США. Нет, там все нормально с многоженством. Каждый, как там говорят, дерется так, как он хочет или выживает. Ну, короче, я не буду слово говорить. Окей, я понял. Хотя я уже много других слов сказал. В Америке можно по поводу персонажа с бородой. Артур Арсен. Арсен Маркариан. Арсен Маркариан, да, я видел его ролики. Это типа Андрю Тейт на минималках российский. Слушай, мне он абсолютно не импонирует, потому как я могу сказать свою мысль. Подожди, но он уже в инфопространстве, мы его обсудили. Мне кажется, феномены вот подобного рода, они исходят из того, что в российском инфополе вакуум интересных персонажей. Нехватка. Вакуум просто, да, действительно. Их нет, потому что там уже глубокие вопросы культуры, развития и так далее. Там задает западное общество. Потому что российское общество на подхвате, как бы оно пытается имитировать, создает какие-то свои версии этого. И прикол в том, что, ну, модель очень простая. Стань одиозной личностью, говори противоречивые вещи, чтобы получить внимание людей, а потом монетизируй это внимание. Очень круто, да. И здесь чем, вот если, например, есть какая-то притча про то, как чувак говорит про то, что я завтра трахну свинью на камеру по телевидению. Вот. И это вызвало огромное количество дебатов, как так он будет трахать свинью. Но прикол в том, что все зрители этой страны были прикованы к экранам ровно в 9 часов, когда он должен был трахать свинью. Все, там, я не знаю, люди, которые говорили о морали, об этике, ученые, там, устроили дебаты, можно ли вообще трахать свинью. То есть абсолютно весь спектр по разным причинам смотрел. То тоже самое. Скажи, очень противоречивая вещь. Люди, это как, знаешь, это называется, я забыл, забываю слова иногда. Как называется эта штука, когда ты, как false alarm, типа, когда ты говоришь, что пожар. А, ну, я понял. Типа, или волки, там. Басни, можно сказать. Нет, есть термин какой-то. Я понял. Есть термин. В общем, суть заключается в том, что этот механизм в нас заложен, что если происходит что-то плохое, мы должны знать. Если происходит у нас какой-то городской сумасшедший, который всех убивает, мы должны знать. Какое-то любое поведение табу не просто так, потому что оно может привести к деструкции общества, типа. И мы, наш мозг запоминает, понимаешь? И поэтому мы и обращаем на это очень сильно внимание. И вот эти ребята, они про это знают. То же самое Эндрю Тейт, он не зря играет с миссагонией, да, с женоненавистничеством. Потому что... Больше, чем 50% населения планеты. Что? Женщины? Да, он очень крутую выбрал тему для развития, потому что он и с одной стороны получает либо поддержку, либо хейт, и с другой стороны вообще на суперкрутом... Да, главное, чтобы люди не были равнодушными. То же самое. То есть противоречивые, совершенно бредовые какие-то утверждения, просто чтобы люди писали в комментариях. Они априори могут быть истиной, но в зависимости от наблюдателя. Посади, условно говоря, Павла Волю или Сану Тяшеву, соответственно, у них получится абсолютно разный диалог. Потому что есть, с одной стороны, пример любви и правильной семьи. С другой стороны, пример того, что женоненавистничество и все женщины там XXX условно, и то, и то правда. В силу твоего контекста, куда ты фокус внимания направляешь. Ну, знаешь, что интересно? Интересно то, что это же не просто так. То есть как бы причиной, по которой это популярно, является свидетельством. Это как лакмусовая бумага. Это демонстрация кризиса, глубокого кризиса в обществе. Согласен. А вот сейчас я закинул интересную мысль. Такие люди, как Арсен, Эндрю Тейт и так далее, которые типа за маскулиность, за... Кто-то говорит, что они токсичны, маскулиность. На самом деле это не про маскулиность, не про blue pill, black pill, red pill, all the pills, whatever the pills exist out there. Проблема в том, что они являются теми же самыми шутами. Это не архетип короля мудрого. Это не архетип даже там визарда или мага, да, который... Или как шаман, как сайр типа. Это архетип шута, который оглашает болячки общественные, вынося их на всеобщее обозрение, давно уже ведомое нам, как в стихах Боротынского, он как бы обсуждает. И прикол в том, что он как бы нужный архетип, но он не дает какой-то сути, понимаешь? Он не дает сути решений. И на самом деле он только наносит вред в данном случае, потому что общество воспринимает это буквально. Тем самым институт семьи, да, или институт даже, давайте не семьи даже, отношений между мужчиной и женщиной, которые должны быть в гармонии, они наоборот дистанцируются. Потому что он является точкой преткновения, вместо фокусировки, внимания, энергии мужской, которая должна быть в совокупности с женской энергией, происходит разделение фу, бабы, мерзотные такие. То есть он проецирует и экстраполирует свои болячки больной головы на здоровье на других людей. Абсолютно верно. И при том он собирает вокруг себя аудиторию неокрепших умов, которые вследствие влияния его аудиосообщений, видеороликов, могут быть подвержены его мнению. Потому что когда у тебя сформировалось свое критическое мышление, условно говоря, мне 30, я повидал жизнь, ну, нельзя меня заставить поверить, что он говорит, это правда. Потому что я свою жизнь живу. А человек 16-18 лет скажет, какой крутой РСН, реально же он прав. Вопрос ответственности теперь. Готов ли, и понимает ли он, что его вот эта постоянно растущая аудитория набирает этот негативный резонанс и ответственность на нем, потому что он глава этой аудитории, которая собирает вокруг себя. Он же выбрал транслировать. Потому что он мог транслировать тему, какие женщины прекрасные. И опять же, что какие женщины ужасные, какие женщины прекрасные. Как ты можешь сказать, что они прекрасные? Ты что, бесхребетный моллюск? Знаешь, что интересно? Что в России также есть проблема непонимания идеи феминизма. Идеи галитарного общества, феминизма. Вообще вот это разделение. Что такое движение гражданских... Гражданские движения или гражданских прав. Большая проблема. Идет чрезмерное упрощение, поясничество и вот это шутейство. Типа комедиклаба, типа КВН. У нас вот через... Нет, это еще ладно. Это как бы мы понимаем, что это шутка. Проблема в том, где шутейство на серьезных щах преподносится. Вау. И прикол в том, что если вот это шутейство, оно еще и подкреплено каким-то винегретом из научных терминов, человек это воспринимает как буквально. Но я вот знаешь, о чем подумал? Вот мы обсуждаем, кто-то скажет, фу, да зачем вы этих людей обсуждаете, не нужно. Я, кстати, вот очень много смотрю контента. Я все время смотрю очень там и серьезный контент, и максимально тупой просто зашкварнический контент. А все почему? Потому что я считаю, что одной из проблем интеллектуалов и вообще диалога в обществе в целом заключается отделение якобы умных или мудрых людей от народа. Они такие, вот там эти блохи копошатся, что-то рабы там, холопы внизу. Что-то это все мирское, мне неинтересно. Интеллектуальная элита превозносит себя над вызовами времени, тем самым откладывая в долгий ящик или абсолютно игнорируя вызовы общества и современности, на которые нужно ответить. А тем временем мы находимся среди членов интеллектуальной эссенции Москвы и Московской области. Где? Вот прямо сейчас. На винзаводе? Смотри, sorry, что я тебя перебил. Я хотел отнести твою мысль к тому, что на самом деле здорово, что ты понимаешь это, так как, смотри, потреблять низкий контент может каждый. Ты, я, любой человек, потреблять сложный контент уже более тяжело. Круто, что ты понимаешь, что, условно говоря, смотря Лекс Фридман на Ютубе, ну, очень же крутой наш соотечественник на английском делает с Илоном Маском, с Трампом, ну, с глыбами на английском языке такие подкасты трехчасовые. И я после того, как его посмотрю, я тоже могу посмотреть какой-то контент, но вопрос, который человек смотрит легкий контент, сможет ли он посмотреть Лекса Фридмана? А, кстати... Это же диапазон, который ты потребляешь. Закину немножко, попендриваюсь, мы с Лексом Фридманом делали шоу вместе. Серьезно? Да, мы про... Да ладно. Ты прямо с ним общался. Лекс, если, короче, смотришь, shout-out, он обиделся на меня. Он на русском тоже же хорошо говорит. Ну, не прямо хорошо, но у нас вообще... Вот, кстати, с Лексом мы обсудили тему встречи интеллектуала и простого человека, потому что на одном из эфиров в Клабхаусе поздно ночью был какой-то чел, который, короче, недавно вышел из тюрьмы. Русский такой мужик, который там всех крыл. И прикинь, абсурдность диалога Лекса Фридмана. Мы говорили про искусственный интеллект, и, короче, он заходит в комнату, где... Я извиняюсь заранее перед этим человеком, но формально на бумаге это гопник. Вот Лекс Фридман и гопник говорят в одной комнате... М.И.Т. закончил Лекс, условно говоря. Он был там, по-моему, ресерчер в М.И.Т. Ну, короче, там целый... Лекс Фридман интересный персонаж. Загуглить. Да, обиделся на меня человек, я не буду говорить почему, но обиделся и пропал, вот так вот бывает. Так что не всегда интеллект это ещё и мудрость. Но мы отошли от темы, смотри, я что хотел сказать-то? Должен быть диалог, не нужно превозносить себя. Мы можем хвастаться, мы можем говорить, какие мы крутые, я 16 лет живу вообще там вот на Западе, я помню русский язык, я этим постоянно горжусь. Ты прекрасно разговариваешь на русском языке. Но вот интересно, да, мы как взяли вот эту капсулу, сохранили её в себе. Сколько ты ли живёшь в Лос-Анджелесе? Пять. Пять лет, прикинь. И вот мы как бы вернулись сюда, в Москву, делаем подкаст на русском языке и говорим про смыслы в том числе и российского общества. Я думаю, это очень знаково. Я хочу сказать, что вот ты один из людей немногих, которые, допустим, общаешься с русскими ребятами, которые уехали давно, они не то чтобы потеряли на русском языке, используя простые слова, разговаривать в принципе несложно, но используя термины научные и оперируя теми вещами, которые ты обычно поддерживаешь беседу, это просто достойно уважения. Причём английский у тебя на ещё лучшем уровне. То есть это круто, когда ты, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек. Тем больше ты человек. Привет, грибу. Это гриб сказал? Ленин гриб. Вот видишь. Я шучу, это я мемасиками говорю. Да, да, да. А у нас всего сколько у нас, 20 минут осталось? Нет, у нас осталось полчаса. Смотри, давай так. Ребята, если вам вся эта движуха сумасшедшая, интересна, пишите в комментарии, потому что ты здесь до октября, я тебя обязательно приглашу, и мы сделаем вторую часть, если мы наберём 100 комментариев под этим видео. 100 комментариев наберём, неважно, плюсик, на какие темы хотите послушать, про Канаду, про Америку, про Россию, про какие-то, ну, типа человек полностью может погрузиться во многие темы, потому что мы с тобой провели много часов разговоров. Давай затронем, допустим, мне понравилось, ты сказал про эмиграцию. Сейчас, знаешь, хочешь прикол этого подкаста? Сейчас, вот в этой точке, я абсолютно no name, но that's by design. Это в том числе и как бы сознательный выбор. Это суперкруто. Но, вот знаешь, подожди. Через некоторое время это поменяется, так что можно сказать, что это своего рода дебют, потому что я человек заширменный, я как бы там в тени где-то, в катакомбах, а тут такой хоп. Не, на самом деле мне никогда не прельщало там, допустим, вот русскоязычный YouTube наполнен одними и теми же видеороликами, с одними и теми же людьми, которые говорят одни и те же банальные, изъезженные истины. И типа один раз я посмотрел у одного блогера, успешного миллиардера, и вот три следующих его видеоролика один в один то же самое. Условно говоря, просто меняя местами фразы. Зачем это? Вот смотри, я считаю, что есть одно выражение крутое, типа, если хочешь познать вселенную, попробуй сначала разобраться в судьбе одного человека. Например, в своей. Ну, например, в своей или погрузиться в судьбу другого человека. Вот я на самом деле очень, ну, глупо, да, вот мы жили в другом обществе. Вообще тяжело определять людей с точки зрения, вот у тебя есть какой-то социальный капитал, у тебя есть, и еще не пойми, как ты его получил, у тебя есть какие-то привилегии с точки зрения материального мира, и ты уже априори доминируешь. Вот мне нравится, что есть доминация интеллектуальная. Вот круто, когда с тобой в беседе я вот реально понимаю, что у меня нет этой доминации, потому что я во многих вещах там не понимаю вот масштаб твоей мысли. Прикольно, чтобы хоть как-то какие-то грани коснуться в малом временном промежутке и постараться доносить до людей. Я считаю, и моя жизненная позиция, что каждый человек, это, ну, стоит его правильно развернуть, и у него есть какие-то грани, которыми он может светить. Вот у тебя, ну, реально, явно эмоциональная составляющая, ну, доминирует. И, типа, вот так, как ты рассуждаешь, мыслишь на любом языке, типа, вот один из ярких примеров, мы с тобой на английском также разговариваем с американцами, да, и, типа, круто. И хочется посмотреть, чтобы молодые ребята, которые смотрят Маркариана или других людей, у них была опция или альтернатива, что есть вот другой яркий пример, который не пытается нарочито, да, завладеть аудиторией и что-то транслировать. Слушай, эти возможности всегда были. Я, например, вырос на подкастах или эфирах, ночных эфирах Гордона. Я вырос... Какого? Александр, по-моему, я не помню имя, честно говоря. Который в очках такой. Да, очень умный чувак, очень умный. Они интеллигентные, но его гости, вот это реально светило. У нас сколько лет идёт, у нас, мне прикольно так говорить, у нас. Ну, короче, постнаука, вот, это на правах рекламы, никто за это не платит, я просто говорю то, что мне нравилось потреблять. Есть всякие аналитики там, у меня ужасно с именами, но я вот помню, был ещё, была крутая передача, очевидная, невероятная. Сергей Макапицы, как правильно фамилию его читать? Капица, наверное. Капица, да. А сейчас есть физические каналы. Очень много научников, да. Астроном, математик, физик, блин, я просто сижу, слушаю, думаю, вау. Арт, есть ещё проект, арт, блин, мне надо посмотреть, короче. Ну, опять же, вот смотри, вот я к тому, что когда ты научаешься потреблять контент лёгкий, не стоит забывать, что нужно мозг напрягать. И как бы, я же не говорю, что нужно смотреть только такие тяжёлые фундаментальные вещи. Не, ну просто диапазон, надо раскачивать. Диапазон – это крутая вещь. Раскачивать силу твоей потребляемости. Я думаю, что просто некоторым тупо не везёт. Это, знаешь, честно, я размышлял на тему того, что откуда это. У меня такое ощущение, что если я сейчас скажу, это такое, как будто я получаю премию Оскар или Нобелевскую. Но спасибо моим родителям. Спасибо моим родителям за то, что они вложили в это. Но по факту это среда. То есть я могу считать, о, да, какой я крутой, но на самом деле это совокупность генетики и окружения. То есть где здесь моё достижение, если это генетика и заложенные в меня программы обществом? И тут к нам приходит Сэм Хэррис из-за угла, машет рукой и говорит о том, есть ли вообще понятие нашей автономии. Типа, есть ли у нас сознание, которое автономно, или мы являемся плодом окружающей среды, так же, как волна в океане является проявлением воздействия стихии и всех совокупностей элементов, на неё влияющих. Понимаешь? Так же и наше сознание. Вот, например, там мы можем расстроиться, если кто-то кого-то убьёт. Ужасная вещь. Аморально, отвратительно. Но расстроимся ли мы, если кого-то убьёт извержение вулкана? Ну, типа, мы расстроимся, но будем ли мы, скажем так, пытаться привлечь к ответственности вулкан? Как бы нет. А хочешь добавлю к этой мысли, когда, вот, допустим, у меня, я был в другой стране, у меня умерла бабушка. Я не смог приехать, да. На самом деле я очевидную вещь такую для себя понял, что плохо-то сейчас мне. То есть, посмотри, какой я эгоист. Эгоист, да. И каждый человек, потому что… О своей боли думаешь. Я думаю, как мне плохо, потеряв родного человека. А возможно, бабушка, уже будучи, прожив волшебную, потрясающую жизнь, уже в невероятном месте, ну, в раю или как-то можно назвать, ну, где-то в следующую жизнь перейдя, в младенца, да, в новое тело. Душа, как бы, ну, трансформировалась. А ты веришь в инкарнацию? Сложный вопрос, давай вернемся к нему позже, да. Расскажи бабушку. Она радуется и наслаждается. И в этот момент, когда она уже радуется, наблюдает за нами с небес, я такой сижу и грущу и плачу. Так я же эгоист. Где сочувствие о бабушке, если ей уже хорошо? Я такой, хочется верить, что бабушке реально она в другом месте. Ей суперклассно, потому что она заслужила. На мой взгляд, моя бабушка и мой дедушка – это вот номер один в ранге из людей, которых я знал в жизни. Это тоже благодарю и, ну, Бога, Вселенную, что так было, и я получил их наследственность, да. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы все эгоисты и из эгоцентричного восприятия мира пытаемся все оправдать. И вот эта автономность, она определяется из того, что ты вот для себя ты это хочешь сделать или ты какую-то функцию в мир несешь. Опять же, когда я хотел сделать стартап и помогать всем людям. Бро, ты же помнишь One Dollar World? Я осознал, что да я ужасно эгоистичный чувак. Потому что реальное желание помогать каждому в мире – это означает не помогать себе. Когда ты сам понял, что у тебя все окей, ты сначала помог себе, помог своей семье, помог ближайшему окружению, своим друзьям. У тебя есть уже порядок, ну, за который ты несешь ответственность. Тогда уже мысли расширяйся. А когда у меня шаткое положение свое одного человека, я пытаюсь выжить в другой стране, я эмигрант. И что у меня? У меня мысли помочь всему миру. Откуда эта вообще идея? Есть такая красивая пословица, которую мне папа все время говорил, потому что он тоже человек очень сердобольный. Он мне говорил, что означает сначала себе, потом другим. И суть в том, что ты не можешь помочь или даже любить человека другого, пока ты не полюбил себя и не помог себе. Про любовь я сам добавил, там сначала себе, потом другим. Но я как бы продолжу ее, потому что мне кажется, с любви к себе начинается любовь ко всему остальному миру. А почему мы себя не любим? Вот вопрос. А мы сейчас придем. А вот еще, если хочешь, тебе индульгенцию на твою очень эгоистическую скорбь об ушедшем человеке, я думаю, что у тебя, во-первых, есть на это право, а во-вторых, это по-своему красиво. Это эгоистично, но по-своему красиво. Потому что ты скорбишь о том, что прекрасные мгновения с этим человеком больше никогда не произойдут. Это же эгоистичная позиция. Отлично, но она красивая. Моя бабушка, она ничего не чувствует уже. Хорошо. Она чувствует благодать, удовольствие, радость, возможно. Но она бы чувствовала то же самое, скорее всего. Да. Так вот смотри, а вот если мы возвращаемся к гипертрадиционной реалии. Так. К примеру, викинги как жили? Они искали смерти. Бро, они искали смерти. Почему? Потому что, условно говоря, в 30 лет ты уже старик на тот момент. Викинги Эмма. Плохая шутка. Да. Ладно. Ну типа глубокая, я думаю, что не на поверхности. Чем больше викингов Эмма, тем меньше викингов Эмма. Да. Надо расшифровать для аудитории. Потому что они ищут смерти, они ее находят, соответственно, умирают, значит, их становится меньше. Да, да. Окей, ладно, все. Давай вернемся к тому, что классная позиция по поводу автономии. Вот действительно, ребят, напишите, что вы думаете. Очень крутой вопрос. Реально, автономны ли мы? По поводу ДНК я согласен. Ну, мы есть репродукция наших родителей, наших бабушек, дедушек. Вот опять же экспансия в рот. Почему? Потому что кто-то передал свои гены мне. Я абсолютно вижу сходство со своим папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой. То есть я какой-то некий пазл из генов, которые они мне передали. Как я это смогу изменить? Вряд ли. Генов или ген? Я не докопался до слова. Геннадий. Проверочное слово Геннадий. Геннадий, да. Ну тогда... Слушай, ДНК я скажу, ДНК вот так. Shout out to my boy. ДНК. Да, окей. Смотри, хорошо. У нас была заявлена тема эмиграции. У нас была тема заявлена автономность сознания. И ты что-то ещё накинул, я забыл. Но давай, может быть, завершим или завершим вот эту главу обсуждения отношений, потому что мы вообще нихрена не раскрыли. Там ещё столько всего про мужчину и женщину можно рассказать. Тема гипергамии, тема потребностей, тема вот этой социальной иерархии, языки любви, потребностей. Я бы сказал следующее. Я тебя просил дать определение. Я думаю, что отношения сегодня сходятся или сводятся к тому, чтобы иметь какое-то партнёрство. Это не то, чтобы прямо взаимозависимость, а помощь, сопомощь друг другу на основе более глубокого понимания сопричастности и совместимости с человеком, с которым ты вступаешь в отношения. Потому что одна голова – хорошо, а три – плохая пошлая шутка, лучше. Смотри, классно, классно. На самом деле мужчины, кто бы что ни говорил, они действительно нуждаются в заботе, они нуждаются в каком-то таком женском восприятии. Вот условно говоря, дом без женщин, он действительно такой скучная мужская, одинокая хата, где вообще без разницы, как что стоит для меня. Ну вот по сути, как я вижу, это внешнее и внутреннее. Это же твой выбор. Ну типа тогда ты должен быть менее мускулинным, ты должен быть более женственным. Тут же смотри, есть вот некий инь-янь, белое-чёрное, небо-земля. Вот, кстати, очень… У меня был в гостях Игорь Сазонов, привет ему передаю, очень интересный тоже у нас был диалог. Он мне сказал такую… Я могу ошибаться в конкретных терминах, он мне сказал, что вот земля – это конус, а небо – это, да, вот пирамида. То есть это же отдавание и получение, когда мужчина – это про отдавание, женщина – это про получение. Это всегда, смотри, вот этот треугольник и вот этот треугольник, он образует вот эту вот внутри баланс высших сил, баланс противоположностей, баланс стремления получить, стремления забрать. Вот, ну, женщина вбирает, и если она получает прикольное от этого удовлетворение, а мужчина стремится забрать и, ну, типа, отдать. Сначала получить это, потом отдать. Так мы все получаем и даем. Женщина же отдает жизнь. Так. Она же всё это забирает. Вот почему ей нужен дом, машина, хочу вот это, хочу вот это, чтобы дать жизнь. У них вшито это. Потому что недостаточные ресурсы, guess what, ребёнок-бэйбик не получится, он умрёт от холода, от недостатка витаминов. То есть, есть какой-то древний мозг, который, вот смотри, это уже как гены твои от бабушки-дедушки связаны с тем, что давно-давно с древним мозгом вшито в тебе. Есть эволюционная программа, ну, продолжить свой род и выжить, фильм Люси, допустим, да. Есть, ну, типа, я вообще не хочу применять, когда многие говорят, вот особенно западными фильмами оперируя, вот есть фильм снятый, посмотрите, вот такая мысль. Блин, ты бесконечный потенциал. Чего я пытаюсь транслировать для людей? Вот каждый человек, вот он нереально крутой компьютер. Искусственный интеллект рядом не стоял с тем... Пока что. Пока что, пока что. Ты как бы, ты сейчас не зарекайся, потому что через 20 лет искусственный интеллект весь интернет послушает и постучится к тебе в дверь. Да, но пока, но пока. Мне настолько кайфово окружать себя интересными личностями, с которыми я могу импровизировать. То есть, ну, допустим, ни к одному из своих подкастов мы не готовимся, ни к одному. И это так круто, что в тебе есть реально база, которую ты за свою жизнь накопил, и мы сейчас обмениваясь находим какие-то... Вот поэтому у нас все не структурировано. Но это же хаос. Что такое энтропия? Что такое? Это стремление закрытой, замкнутой системы к беспорядочности, к хаосу. Весь мир это энтропия. Но это высший порядок. Но только человек может над энтропией создать что-то упорядоченное. А что если вот эта абсолютная энтропия, о которой ты говоришь, это просто высший порядок, нам неподвластный и непонятный? Ну, ты понимаешь, что любую тему, любое заявление можно располовинчить? Да, да. Хорошо, смотри. Так, давайте так. Иммигранты. Кто у нас там еще? Мы можем подглядывать? Давай, давай посмотри. Давай, подглядывать. Потому что мне понравилась тему, которую ты предложил. Но, если честно, она у меня вылетела из головы. А вот у нас много... Мы можем даже закинуть такой cliffhanger, короче, сделать. Переведи слово cliffhanger. Ну, я не знаю, интрижка. Окей. Что мы вот на самом пике какого-то напряженной ситуации. И сейчас должна быть какая-то развязка, позитивная или ужасная. Но мы не скажем. Давай выбери одну тему. У нас осталось время на одну тему. Вот, в общем, для сиквела темы какие у нас отношения. Те самые мужчины и женщины в все временном мире. Культура. Особенности изменений в культуре. Вообще не затронули? Ну, чуть-чуть. Вилами по воде. Опыт эмигранта. Интересная тема. Что не хватает русскому человеку за рубежом? О! И где лучше всего жить? А потом у нас русская культура сегодня, кризисы и возможности. На возможности хотелось бы закончить, но, скорее всего, это будет уже потом, если будет 100 лайков и колокольчик не забудьте нажать. Да, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Потому что мы, кстати, хотим 100 тысяч подписчиков. У нас сейчас почти 70 тысяч. Если мы к концу этого года наберем 100 тысяч подписчиков, нам наконец-то придет серебряная кнопка. И я уже все-таки успокоюсь, не зря этот канал создал. И что-то я в этой жизни достиг. На самом деле, Макс хочет миллион, но он слушал Льва Николаевича Толстого, который сказал, всегда берите выше, потому что течение реки все снесет. Вот тебе надо, короче, говорить лям. И тогда 100 это вот... Ой, лям, сори, сори. Поскольку произойдет, да. Такой, тын, лимон. Да. Смотри, вот где любому человеку жить хорошо? Там, где у него гармония. Да. Потому что, бро, я пожил во многих странах. Ты и так. Если ты утром встаешь в 4.30 и бегаешь, и ты видишь этот рассвет, и ты в гармонии с природой, и этот мир вокруг тебя становится потрясающим. А если ты в любой стране просыпаешь этот рассвет, это я про себя говорю, у меня такое состояние, что, блин, я уже проспал. То есть, это же вообще не зависит, где ты живешь. Это настолько иллюзия. Ты как этот американский спецназовец, Джоку, короче, который в 4 встает. Вот ты видел его инстаграм? Он каждый раз делает скриншоты утреннего подъема. Он же Navy SEAL был. Ага. И вот он говорит, что... Это спецназ, да, морской, типа? Navy SEAL, да, это морские котики. Вот он говорит, что, типа, база, типа, вставать рано, там, холодный душ, пробежки. Нет, вопрос в том, что, смотри, если ты в любой стране, в любом городе находишь для себя причины радоваться, видеть прекрасное, вот как в, опять же, не люблю это, но фильм... Ты любишь это. Да. Ты любишь это. Я люблю это. Фильм, знаешь, какой? Мирный воин. Не смотрел. Посмотри. Там, где он останавливается, и вот в моменте, каждая секунда что-то происходит. Когда человек говорит, ну, ничего же не происходит. Если ты начинаешь быть в моменте, блин, здесь каждую секунду бежит муравей. Вот когда особенно утром вот эта потрясающая природа просыпается, ты такой вау. И ты заряжаешься энергией, синхронизируешься с мощью планеты. Условно говоря, сейчас многие могут в комментах там написать, есть же все-таки Израиль, Палестина, ну, горячие точки, в которых сейчас что-то происходит. Хотел бы ли ты там вот это чувствовать. Условно говоря, это тоже философия. Но из-за всего выбора, когда люди иллюзорно, вот смотри, я, на мой взгляд, сделал иллюзорный для себя выбор поехать в какую-то свою нарисованную иллюзию. Я приехал, получил опыт, я поменял жизненную позицию. Это нормально. Человек получает опыт, человек анализирует факты и приходит к тому выводу, что если я считаю, что каждый из нас – это гражданин, который может путешествовать по всей нашей планете, обладая ресурсами, обладая бесконечным потенциалом. И задача каждого человека – этот потенциал в себе развивать. А задача государств, к сожалению, потенциал в тебе гасить. Потому что чем больше ты не контролируем для государств, я очень сейчас сложные вещи говорю и плохие, наверное, для любого государства, но я говорю очень обширно, чтобы не касаться никого. Задача человека – саморазвития в бесконечный потенциал. Задача государства – сжатие к тому, чтобы ты подчинялся и был под контролем. Уполнял функцию. И поэтому тебе дали паспорт. Потому что без паспорта и без получения визы ты не можешь поехать никуда. Ты очень хорошую вещь сказал по поводу иллюзий. Мы все выбираем какие-то определенные иллюзии. И вот то, что ты сказал по поводу войны, а у нас, к сожалению, сейчас, вот какое у нас число, 30 августа, 29 августа 2024, на данный момент много войн. В мире сколько сейчас идет? Около 70 войн. Около 70. А многих мы не прочитаем в инстаграме, не увидим эти флажки и так далее. И прикол в том, что вот это тоже чьи-то иллюзии. Это навязанные прихоти определенных людей и участвующие в них люди, это люди, у которых меньше выбора, чем у тех, кто эти войны развязал. И, к сожалению, некоторые люди говорят, ну вот война, что ты можешь взять и уехать. К сожалению, это для большинства людей не так. Не все настолько свободны, чтобы иметь такой диапазон выбора. Смотри, как может вся страна переехать? Вот смотри, существует страна X, просто страна человек отдельно взятый. Ну подожди, ну страна X, страна Y. И из этой страны все уезжают. Кто, что станет с этой землей, с этой страной? Это априори утопическая идея. Идиотическая идея. Просто возьми даже какого-нибудь крестьянина, я не знаю, вот у меня там есть родственники в Афганистане. Вот как они просто из одной формации, говоря на своем языке, имея все знакомые им вещи вот в этой среде, возьмут и покинут эту среду в новый мир, не имея достаточно интеллектуального развития, не имея там ресурсов, связей. Связей вообще, да, где, вот многие же рискуют, они там, все мы видели кадры, как они залетают в отчаянии на этот самолет и потом с него слетают, да, как бы. Люди пытаются выбраться, но им не хватает определенных ресурсов. Можно много смеяться, а, тут там тупые и так далее, но мы не должны забывать, что, если мне не изменяет память, 18%, по-моему, или 20% населения имеет IQ ниже 90%, а это очень большой вопрос, как бы, что делать этим людям. Заметь, я не хотел сказать, что нам делать с этими людьми, потому что это как-то очень было бы неправильно, как будто мы распоряжаемся судьбами других людей. Абсолютно. Что этим людям делать, вот это вопрос общества, как взаимодействовать и как сделать так, чтобы у этих людей были условия для реализации того самого потенциала, о котором ты говоришь. И многие, конечно же, отнекиваются, потому что у нас одна жизнь, и мы немножко гедонисты или даже множко, вот, но если возникает запрос на то, чтобы творить и нести в мир гармонию, я думаю, что это как раз-таки одна из тех задач, которые, или один из тех вопросов, которые должны быть обсуждены. Вау. Подытоживая эту мысль, я хочу сказать, что мне очень понравилось, как мы ее преподнесли. Смотри, каждый человек имеет право заниматься спортом, курить, пить, что он хочет, но если ты возведешь эту мысль в степень бесконечности, это фраза из фильма «Ознакомьтесь, Джо Блэк», где Энтони Хопкинс как смерть, как показатель примера смерти, говорит, любую мысль, возведи степень бесконечности, и ты пытаешься найти лимит этого восприятия. Если мы пытаемся от жизни получить удовольствие и кайф, можно забраться на гору Ачишхо, вот мы ходили на Красную Поляну, три дня там до нее с палатками шли, зашли на самый пик и выкурить и выкурить там сигару. Это же вообще нереальный кайф. Я не пропагандирую там алкоголь или какие-то вещи, но смысл в том, что дает ли это тебе состояние, где ты понимаешь, что следующий шаг это развитие, или ты с собой нечестен, и ты себя обманываешь и начинаешь лимитировать все эти процессы, закуривая, заедая, утрамбовывая свои недостатки. Что ты делаешь сейчас из потенциала, из расширения, из того, что у тебя есть избыток эмоций, ресурсов, ты делишься, либо ты делаешь это из того, что ты хочешь как будто заткнуть дыру. Я тебе приведу пример у Геббельса. Я могу врать, неправильно, возможно, я назвал имя, но скорее всего это был Геббельс, у которого была одна нога короче, другая длиннее, и он там, у него был дневник, который позже нашли. У него было около несколько тысяч женщин самых красивых по Европе, которые он вел, и он пытался, он прям писал, что вот это следующее, сейчас я точно там испытываю больше какого-то счастья. И в итоге вот все, с чем это закончилось, вот все эти женщины прошли через него, и он так и не заткнул свою дыру вот этого маленького человека или недолюбленного ребенка априори, который не может вот эту безусловную любовь испытать. Знаешь, в чем, я не математик, но в чем красота еще сказанной тобой мысли, на тему мысли или идеи, возведенной в степень бесконечности? В том, что мы, думая о бесконечности, думаем о несчислимом большинстве, вот когда мы не заканчиваем вот этот перечислительный ряд. А ведь прикол в том, что бесконечность испытанного счастья может быть испытана в единице, поскольку единицы по отношению к нулю бесконечны. И вот тут я, наверное, красиво скажу, что я хочу запустить подкаст, который будет называться Zero to Win на английском или от нуля к единице на русском. И это не спланировано сейчас было, но это произошло, и я решил, что я возьму эту магию. То есть я явился катализатором. Катализатором того, о чём я думал, и как бы ты вот прям вот предоставил этот классный момент для плага такого. Shameless plug пошёл, короче, сейчас. Но мысль в том, что, например, ты весь день не пьёшь воды, а потом тебе дали стакан холодной воды. У тебя ноль, и вот единица, она же как вот ты берёшь там ноль, и там бесконечное количество дробей может быть, да? И вот этот стакан холодной воды это уже по сравнению с этим нулём может быть таким просто необъемлемым счастьем для тебя. Я к тому, что счастье это уловка ума, и мы можем испытывать счастье, заглядывая не вширь, а вглубь. И я надеюсь, что мы немножечко сегодня заглянули вглубь. Ты сейчас сказал мысли, у меня мурашки. На нашем канале есть сборник, аудиосборник мурашки, прикреплённый в главных видео, посмотрите, послушайте. Я сейчас был в Красной Поляне, повторюсь, мне ребята подогнали такой амулет, здесь написано hike, это типа то, что они транслируют, и написано deeper than pleasure, глубже, чем удовольствие. очень круто. А в следующем подкасте мы будем ещё стихи читать, возможно. На самом деле хочется поблагодарить всех, мы никому не навязываем и не распространяем свои видео, просто я дико кайфанул от сегодняшней беседы, ты очень крутой, благодарствую, что согласился на этот эксперимент, на эти сказки, которые мы тут рассказываем реально. Не хватает только костра. Может быть, мы... Следующее видео, ребят, пишите, о чём... Чё вас вообще зацепило, я считаю, было супер интересное заявление, вот для меня я три для себя выделил, пересмотрю этот ролик и тебе напишу, вы тоже пишите в комментарии, не забываем, что 100 тысяч и 100 комментариев и второй выпуск. Всех обнял. Благодарствую. За имя, бро.